Всем привет! Недавно у своей подружки-мастера в инстаграм увидела вот такой дизайн ногтей и мне непременно захотелось его сделать. И как раз ко мне пришла на коррекцию клиентка-школьница. Ей очень даже по тематике подходит этот маникюр, этот дизайн. Состояние кутикулы для ее возраста необычное. Как видите, она же заросшая, с заусенчиками и каким-то шершавленками. На подушечках. Я спросила, может быть это у нее аллергия, может быть это у нее чешется. Она говорит, нет, ничего такого. В общем, непонятно. С кожей что-то не в порядке. Возможно, просто витаминов не хватает. Маникюр я буду показывать на большом пальчике. Нарощенный край я спиливаю до натурального. Клиентка у меня полтора месяца, по-моему, не была, судя по отросшей части. И как раз получается длина та, что надо для школьницы. Не очень длинная. Считаю, что в школу длинные ногти ни к чему совершенно. Тем более у них физкультура. Да и вообще не надо. Далее я подравниваю пилочкой форму и свожу на нет ступеньку от геля к натуральной части ногтя. Параллельно спиливаю птерики, которые там есть. И подготавливаю натуральный ноготь к покрытию. То есть снимаю кератиновый слой. Вот все-таки меня удивляют мастера. И вообще большинство работает пламенем. Я знаю, что большинство это любит. Большинству так удобно. Я пробовала исключить из своей работы цилиндр и работать пламенем. Но нет. Цилиндр очень много работы делает быстро. То есть сразу приподнимает кутикулу, удаляет птеригии, с боковыми валиками работает. То есть я из своей работы цилиндр, думаю, не исключу теперь никогда. Может быть вы не пробовали удачные цилиндры? Потому что да, я пробовала с Алиэкспресс покупать. И они мне совершенно не понравились. Они не убирают так, как хотелось бы. Поэтому я вам оставлю ссылку на хорошие цилиндры. И вы попробуйте. Вам может быть тоже понравится. Далее я работаю фрезой бочонок. Обычно я срезаю кусачками или ножничками. Но тут почему-то захотелось бочонком поработать. Иногда я делаю маникюр не так, как обычно. Вот сейчас я делаю не так, как обычно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Ну, например, после использования бочонка мне почему-то еще раз захотелось поработать цилиндром. Я отодвинула еще дальше кутикулу и взяла опять цилиндр, чтобы мне сделать поровнее очертания. И из-за этих манипуляций опять вырезала какая-то недоделанная кутикула, я ее уберу бочонком опять. А если бы срезала, все бы это у меня быстрее прошло. Ну, вот здесь видно, какая нездоровая кожа у клиентки. Причем это на всех пальчиках, на подушечках конкретно. Ну да, похоже на витаминоз. Прохожусь праймером, далее тонким слоем базы Одри Коко. И после просушки укрепляю титановой базой вула. Мои клиенты проблемно носят базы, даже стронг базы и титановые базы, им вот все как-то гель подавай. Но я настоятельно пытаюсь их приучить к базам. Ну, я-то почему-то ношу, у меня вот за все это время ни разу ноготь не сломался, не погнулся. Я не знаю, почему вот мои клиенты не носят базы. И теперь приступаю к дизайну. Использую лаки Эль Паза. Мне нравится работать отдельной кистью, не той, что из флакона. Потому что ей удобно рядом с кутикулой провести ровную границу. А кистью из флакона у меня настолько близко и ровно не получается. Белый от Эль Паза серии Шарм, очень плотный, в два слоя лег. И вот этот 115, тоже серия Шарм, очень красивый империал. Эти два гель-лака прям очень советую. Возьму хлопья от Born Pretty, но не обычные, бесформенные, а полосочками. Ссылку, если найду, оставлю на них. Вместо хлопьев можно и фольгу отпечатать. Далее, конечно же, стемпинг. Работа делалась перед Новым Годом. И снежинки каждый день я штамповала. Спасибо стемпингу. Перерисовываю Светин дизайн, то есть веточки рябины. А на безымянном пальчике котика такой дизайн подошел бы ко дню Святого Валентина. Но у меня терпения не хватит хранить это видео до февраля. Ногти у меня будут все матовые. И чтобы матовый топ не потащил за собой ни стемпинг, ни рисунок, я сначала перекрываю все тонкой базой. Вот почему-то есть у матового топа такая особенность, что он, даже когда цветное покрытие наносишь, на кисточке остается цвет. И после того, как я все перекрыла матовым топом, этим же гель-лаком розовым я рисую сердечки, точечки и кошачьи лапки. Посыпаю все акриловой пудрой. В акриловую пудру я добавила втирку единорог. Поэтому эта пудра поблескивает. Вот такой вот пудрой. Какой забавный, веселый, где-то детский дизайн ногтей у меня получился. Надеюсь, он вам тоже понравится, как понравился и мне. Спасибо Свете. Не забывайте подписываться на канал. Спасибо за ваши комментарии. А я с вами буду прощаться. Желаю творческого вдохновения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok